Похудевшие, загоревшие, усталые, но довольные и полные впечатлений мы стремились в Тобольск. Перед въездом в город чуть не заблудились, повернули не туда, но здесь произошла неожиданная встреча. Мы оказались в гостях у известного художника-ювелира Анатолия Литвинова, автора уникальных работ, среди которых в посох патриархов Алексея II. Серьги, медальоны, броши, изготовленные из золота, инкустированные драгоценными камнями, поражали воображение. Участникам экспедиции, приуроченной к 400-летнему юбилею дома Романовых, Анатолий Литвинов продемонстрировал одну из последних работ – бюст Николая II из слоновой кости и серебра. Настоящий дом-музей, предметы быта, кости мамонта, утварь прошлых веков, а самое главное – гостеприимный хозяин и интересный рассказчик сделали посещение усадьбы Литвинова незабываемой. И вот, наконец, Тобольск. Символическую точку в путешествии журналисты поставили у памятника знаменитому литературному герою Робинзона Круза. Считается, что туристам он приносит удачу. Сфотографировавшись на память, велосипедисты отправились на экскурсию по Тобольску. Побывав в знаменитом Тобольском Кремле, проехали по улицам города. Те из журналистов, кто давно не была в древней столице, отметили, что город преобразился по молодел. Во второй половине дня участники экспедиции совершили прогулку по Иртышу. Катал нас на прогулочном катере «Спасатель-5» капитан Павел Макаров. Судно в былые годы являлось водолазным ботом. Сегодня исправно служит туристам. Путь держали на место слияния Тобола и Иртыша. Оказывается, раньше Устье находилось в другом месте. Тобол впадал в Иртыш прямо у Троицкого мыса, что создавало угрозу обрушения построек на Нагорной части. После Полтавской битвы Петр I сослал пленных шведов в Тобольск. Здесь они построили новый канал длиной шесть верст, отодвинув Устье на юг. В прошлом году на месте слияния двух рек шведские представители установили памятный камень. Водная прогулка придала сил. Теперь уже по трассе отправляемся до святых мест Абалакского свето-знаменского мужского монастыря. Привет! Наконец-то мы прибыли в конечную точку нашего города. Наконец-то мы туристы. Абалак замученные, изъездившиеся, счастливые, уставшие, но довольные. Похудевшие, загоревшие, уставшие, одно довольное. Это мы. Слиция прибыла в святое место. Это Абалакский свето-знаменский мужской монастырь. Здесь мы поставим свечки за здравие наших читателей, главного редактора Александра Скорбенко и просветание нашей газеты «Тебе-заку» на Сибири. Молодцы! Мы это сделали! Абалакский монастырь – святое место, неизменно привлекающее паломников со всего белого света. Чем же оно так примечательно? Абалакский монастырь был и остается одним из главных духовных центров Сибири. По одной из версий, в 1918 году в этой обители побывала семья последнего российского императора, находившегося в Тобольской ссылке. Здесь молились Николай II, императрица Александра, цесаревич Алексей и великие княжны. Под сводами храма тихо и торжественно, здесь каждый думает о вечном, о любви, о жизни и смерти, о вере в Бога. Благоговение и трепет, детский восторг испытываешь еще и на подходе к собору. Отсюда открываются великолепные виды на Иртыш, на уходящие до самого Тобольска дали. Рядом с духовной жизнью гармонично соседствуют мирские радости, туристический комплекс Абалак. Пройдя мимо грозного стража у крепостных ворот, мы оказались где? В русской народной сказке, в древнем средневековом городе, огромный змей Горыныч возвышается над домиками, построенными по чертежам XVI века. А какое удовольствие прогуляться по восстановленной деревянной брусчатке! Все постройки в комплексе из дерева, воздух пропитан кедровым ароматом, вдыхаешь его и чувствуешь себя в абсолютной гармонии с окружающим миром. Прямо по курсу рыбакит. У нее на хвосте, как и полагается, бредет за лошаденкой, впрягшись в плуг мужик-крестьянин. Внутри удивительного сооружения, кафе, сразу видно, что интерьер в нем создавался с выдумкой и любовью к посетителям. И снова этот непередаваемый запах дерева. В комплексе Абалак хочется провести весь день. Недаром он удостоен премии имени Юрия Сенкевича, как лучший туристический проект России. Наслаждаемся красотами Абалака и подводим итоги. Позади четыре дня ярких встреч и удивительных открытий, главное из которых необыкновенное гостеприимство и радушие сибиряков. Спасибо родной редакции за отлично задуманную и воплощенную идею экспедиции. Спасибо ее главному редактору Александру Николаевичу Скорбенко. Спасибо всем, кто встречал нас хлебом с солью и простой и доброжелательной улыбкой. Спасибо и вам, дорогие читатели, за внимание и интерес. Точку не ставим. Обещаем радовать вас, дорогие друзья, захватывающими проектами и публикациями. Ну ладно, и все. А что делать, чтобы на бреда повернулся? Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, Чтоб лучше отдавалась в головах, значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, Смотреть вокруг внимательно и строго, Чтобы случайно дважды не пройти. Одной и той неверной дорогой, Давайте делать паузы в пути, Давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, И из-за них не слышно никому, Своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, И мы увидим в этой тишине, Как далеко мы были друг от друга, Как думали, что мчимся на коне, А сами просто бегали по кругу, А думали, что мчимся на коне, Как верили, что главное придет, Себя считали кем-то из немногих, И ждали, что вот-вот произойдет Счастливый поворот твоей дороги, Судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, И скоро без сомнения пройдет, А с нами ничего не происходит, И вряд ли что-нибудь произойдет, И вряд ли что-нибудь произойдет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»